Всем привет и так что же новенького на доме 2 и за периметром. Одна из новеньких, но очень перспективных участниц сейчас находится в полиции. Девушка сбежала с проекта. Ира Науми пришла на проект совсем недавно. Коллеги по шоу считают её ветренной и легкодоступной, ведь девушка ходила на свидание с Бабичем, целовалась со Смирновым, сидела на коленках у Безуса. Все ожидали развития романа с Павлом, но что-то пошло не так. Пару часов назад она опубликовала в сторис очень сумбурное видео. Девушка, плача, рассказала о своём побеге с проекта. Я пыталась уйти из проекта дом 2. Меня насильно удерживали, меня хватали за волосы, не давали пройти. После побега девушка обратилась в отдел полиции в коммунарке. И сторис она записывала в местном туалете. Науми написала заявление, и завтра ей помогут забрать с поляны оставшиеся там вещи, деньги и документы. Что же там произошло на поляне, пока непонятно. Почему Науми попала в немилость? Возможно, она отказалась играть по сценарию. Будем теперь ждать, чем всё это закончится. Одно точно, Ира не играет. Так сыграть просто невозможно. Она реально попала в беду. После полиции Ира поедет к подруге, которая живёт в Москве. Надеемся, у неё всё наладится. А теперь к другим новостям. Понравилась ли вам мама Степана Менщикова, Надежда Павловна? Женщина посоветовала Ангелине монах бросить Стёпу. Его ведь уже не переделать, не перевоспитать. Так что либо принимать Степана со всеми его недостатками, либо расставаться. На шоу «Бородина против Бузовой» побывала Милена Безбородова. Девушка рассказала о себе. Она сейчас активно работает, ведёт микроблог, учит девушек делать макияж и разбираться в косметических продуктах. Пока не прошла проектная слава, Милене предлагают очень много рекламы. За май она заработала миллион рублей. Безуса она теперь знать не хочет, унижаться больше не собирается. Для меня он сдох, пишет Милена. Он заслуживает только того, чтобы я харкнула ему в лицо. Это было моё последнее шоу, куда я пришла. Больше я никуда ходить не буду, и больше меня ничего с этим человеком не связывает. Вот такая вот она любовь. А Ганесян распускает слухи о том, что Милена переключилась на Даню Сахнова. Якобы ребята встречаются за периметром, и скоро на Доме-2 будет новая пара. Саша Черно рассказала о своих недавних переживаниях. На недавнем скрининге Саше сказали, что у неё очень велик риск родить ребёнка с синдромом Дауна. «Я вся извелась», говорит Саша. «Сдала очень дорогой анализ». Черно говорит, что это очень дорогой анализ, но она деньги на него нашла. А тем, у кого нет денег на этот анализ, прокалывают пузырь и берут околоплодные воды. Эта манипуляция очень опасная, ведь ребёнок потом может родиться преждевременно, или беременность может замереть. Но всё закончилось хорошо. Оля и Дима Дмитренко планируют переезжать со съёмной квартирой в загородный дом. Против ребят развернулась настоящая травля. Про них пишут много гадостей в группе микрорайона. Об этом я подробно рассказывала во вчерашнем новостном выпуске. Оля сделала выводы, и после переезда в новый дом, она уже не будет выкладывать фотографии с прогулок, чтобы никто не узнал о месте их прошивания. Ебаров шутит, он предложил Насте Голд арендовать замок Аллы Борисовны Пугачёвой, чтобы провести там свою шикарную свадьбу. А теперь слухи про Романа Капаклы. Рома неоднократно говорил о том, что вырос без отца. Его воспитывала мать. И всё же папа у него есть. По слухам, отец Романа занимает высокий пост среди руководства телепроекта Дом-2. Он опекает сына, отдаёт ему таким образом свой отцовский долг. Так что Капаклы ещё очень долго будет тусить на Доме-2. Задойновый пишет о том, что им на проекте очень-очень нравится. Ребята с удовольствием принимают участие в конкурсе по благоустройству жилья с главным призом в 100 тысяч рублей. Саша словно окунулся в детство. И Ксения вот что пишет. «Для меня это такой прикольный виток в жизни. Я ловлю каждое мгновение. Здесь одна большая семья, и я потихоньку становлюсь её частью». О своих доходах рассказал и Максим Колесников. Он говорит, что ему по силам содержать новую семью. Когда парень снимался в фильмах, он получал за один день съёмок 15 тысяч, а за весь фильм полностью 350 тысяч. Также у Макса имеется квартира, в которой найдётся место и для Алёны с Богданом. Алёна отвечает на это, что замуж согласна, от клички Рапунцель отказывается и с удовольствием станет Алёной Колесниковой. На этом всё. Подписывайтесь. Будем сплетничать.